Ну и два слова о военно-политической обстановке в Украине и вокруг нашей страны. Президент Зеленский ответил на все, ну мне кажется это такой можно считать широкий ответ на все мирные инициативы, в том числе и на заявление Путина. То что позавчера Песков сказал, что Путин открыт к переговорам, всегда открыт, мы готовы, давайте вот готовы. Так вот президент Зеленский сказал, он предложил, пожалуйста хотите дипломатический выход с наименьшими потерями, мы готовы. Если Россия хочет дипломатического решения вопроса, они должны выйти, не дожидаясь пока у нас погибнет много людей и мы вытолкнем их силой. Вот такой ответ президента Украины. То есть хотите дипломатическое решение конфликта вооруженного, выводите войска. Не хотите выводить войска, значит мы вас будем выбивать силой. Вот такой вот ответ. Других вариантов на сегодняшний день не существует. Это кстати к слову и тех миротворцев, которые там пытаются дальше продвигать российские нарративы в плане мирных инициатив. Я имею ввиду, у нас еще не выступили на арене, на манеже те же не выступили еще вот эти там африканские лидеры, которые собираются в июне месяце посетить Украину и Россию. И попытаться продвинуть свой мирный план. Какой мирный план они будут продвигать, пока они не оглашают, говорят, что он секретный и боятся его огласить. Ну раз боятся огласить, значит понятно это российский вариант. Стоп война и дальше бесконечные переговоры. Мы это уже проходили в 2014 году. Далее, вот появилась СНН, цитирует в том числе и Пригожина. Он опять. Он кстати становится, я так смотрю, он набирает очень сильно рейтинг среди российского общества. На фоне беззубости, безвольности и я бы даже сказал трусости Путина, который так вяло реагирует на такие серьезные вызовы, которые возникают в ходе ведения войны. Вы же понимаете, война это обоюдный процесс и она преподносит всегда сюрпризы. И иногда приятные, иногда и неприятные. Но Путин всегда спускает все, вот то что ему там предлагают, он спускает все на тормозах и думает, что оно рассосется само собой. Видимо у него, особенно последний год, у него видимо главный девиз это не трогайте проблему, 90% из них решается сами собой. Десять решают другие, девять решают другие и одну проблему может быть нужно будет решить самостоятельно. А Пригожин наоборот, он не стесняется, критикует действия особенно военных, а война сейчас это тема номер один. Несмотря на то, что они называют ее СВО, все прекрасно в России понимают, что это война. Война между, причем война между Украиной и Россией. Уже даже на пропагандистских каналах говорят о том, что это вооруженные силы. Сражаются уже не НАТО, как это было несколько месяцев назад, а уже заявляют, что сражается Украина за свою независимость, за территориальную целостность. И единственное, что осталось, где НАТО еще фигурирует, это в том, что НАТО поставляет оружие Украине. Но я расстрою вас. НАТО нам не дало даже ни одного патрона к пистолету или автомату. Я думаю, что если бы НАТО нас вооружало, то вооружение проходило бы намного быстрее и ситуация бы развивалась намного динамичнее. Нас вооружают страны-партнеры, которые помогают нам оружием, страны-партнеры, которые нас поддерживают. Их больше 50. Больше, чем антигитлеровская коалиция времен Второй мировой войны. Так вот, Пригожин заявил, что Берхивка, это севернее Бахмута, населенный пункт, занят вооруженными силами Украины. И у него реакция была очень болезненная на это. Он сделал видеозапись и распространил ее. Он сказал, что позор, Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию. Ну, очевидно, имеется в виду, как в 41-м за родину за Сталина. Комиссары с пистолетом наперевес поднимали войска из окопов. И он пишет, давайте, вы сможете, а если не сможете, умрете героями. Заявил главарь Вагнера. Ну, и его слова подтверждает еще один такой ватажок Ходоковский по этому поводу. И, ну, судя по тому, что их цитирует CNN, я думаю, что, наверное, стоит обратить на них внимание. А это говорит о том, что вооруженные силы Украины, севернее Бахмута, то, что я вам говорил, ведут контрнаступательные действия и имеют успех, и развивают этот успех. То есть, продолжают продвигаться вглубь обороны противника. Я думаю, что не за граммит то время, когда Бахмут окажется в окружении. И опять придется, Рашистской армии придется принимать либо сложные решения, либо совершать, как они говорят, акт, жест доброй воли. Или погибнуть под нашим огневым воздействием. Он может сдаться в плен и остаться целым и невредимым, живым, вернуться домой. Ну, еще один хотел бы относительно Пригожина. Тут произошел тоже такой случай, довольно, я бы сказал, вопиющий с точки зрения юриспруденции. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем с вами, что Вагнер это незаконное вооруженное формирование. Даже по, как бы там ни пыжились российское политическое руководство, но тем не менее, это незаконно. И даже по законодательству России. Так вот, перепалка, словесная перепалка между Министерством обороны Рашистской Федерации и Пригожиным вылилась в вооруженное противостояние. Было боевое столкновение. Видимо, Пригожин все-таки в ультимативной форме вывел своих бойцов. Кстати, там пишут адепты русского мира, пишут в комментариях, что как же так, говорили, что разгромили Вагнер, а сейчас вы говорите, что он вывел свои войска. Так вот, между 30 и 5 тысячами есть разница или нет? Он в Бахмуте больше 30 тысяч насчитывало его подразделения в самый разгар боевых действий. Когда он ездил по колониям, набирал пачками зэков и пачками их отправлял в бой. И, кстати, даже тогда я и другие военные аналитики отмечали, что зэков пускают впереди. В первой линии атаки опускают зэков, а за ними идут профессиональные наемники, которые имеют боевой опыт и их берегут. Так вот, по некоторым оценкам он там около 5 тысяч, чуть больше 5 тысяч вывел из Бахмута. Так это разгром или нет? В 6 раз сократить численность его подразделений, численность наемников. Я считаю, что это разгром. Это остатки. Это остатки. Так вот, видимо, выход с Вагнеровцева осуществлялся исключительно под нажимом Пригожина в ультимативной форме. Он, видимо, ставил ультиматум местному командованию, а может и самому Герасимову. В плане того, что я завтра снимаю своих бойцов, если вы не принимаете эти позиции, значит их займут вооруженные силы Украины. И вот таким образом он вывел. Там что-то осталось, как говорит наша разведка. Есть еще присутствие. Но Министерство обороны России подготовило сюрприз. Они заминировали пути отхода вот этих вот вагнеровцев из Бахмута. Те дороги, по которым они ездили в свой лагерь и между позициями своим базовым лагерем под Бахмутом. Пригожин послал саперов. На саперов устроили засаду. Командир 72-й отдельной мотострелковой бригады устроил засаду своими бойцами. И был контактный бой. Настоящий контактный бой. В результате которого победили вагнеровцы. Вагнеровцы разгромили этих российских солдатиков. Взяли в плен. В том числе и взяли в плен командира бригады. И он сейчас находится у них в плену. Так вот, это подполковник Роман Виневитин. Виневитин. Вот такая у него фамилия. Командир 72-й бригады отдельной мотострелковой вооруженных сил Российской Федерации. И я не знаю, как дальше там будет развиваться перепалка словесная между Министерством обороны и Пригожиным. Но отреагировал корпус. Российский добровольческий корпус очень резко отреагировал на эту ситуацию. И предложил Пригожину обменять этого комприга на тех российских военнопленных, которых они взяли в Белгородской области в ходе ведения боевых действий. Вот такая вот. Получается, что незаконные вооруженные формирования из Российской Федерации под командованием некого гражданина Пригожина. Он не имеет званий и регалий, поэтому я так могу спокойно говорить. И русский добровольческий корпус, который объявил себя, я бы сказал так, это повстанческая армия. На сегодняшний день примерно они выглядят так. Ведут между собой переговоры, как два субъекта России, Российской Федерации, об урегулировании вопросов, которые возникают в ходе ведения боевых действий. Вот такая вот. А где же Кремль? А где же Путин? А Путин в бункере? Путин в бункере и до сих пор как бы обращение к нации и народам, «Дорогие россияне», как когда-то говорил Ельцин, начиная свое очередное обращение к россиянам, мы так его и не услышали. Сегодня, правда, попытались, это еще одна новость из-за поребрика, сегодня попытались в Курской, Брянской, Белгородской и, по-моему, Воронежской областях, на радио и по кабельным каналам телевидения, запустили обращение Путина к жителям этих областей о том, что вероломный враг напал 4 июня рано утром, поэтому вводим военное положение, объявляем всеобщую мобилизацию и предлагаем эвакуироваться там, эвакуироваться вглубь Российской Федерации. Местные власти уже заявляют, что это хакерская атака, что все было взломано и пытаются успокоить панику среди местного населения. Вот где проявляется центральная власть. А наше главное управление разведки Министерства обороны Украины говорит о том, что в результате вот этих вот всех перепалок, перипетий, в результате таких, я бы сказал, трусливого бездействия центральной российской власти, видимо Путин не понимает, что надо делать. У него плана Б не было. Был план А к Иев за 3 дня, парадная форма в танках и парад на Крещатике. А плана Б, если война не получится, смотри на пункт 1, победить Украину, пункт 2, а если проиграли, смотри пункт 1. Вот примерно так, по такой цикличности идет Путин. Так вот, главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что армия наемных убийц, абсолютно правильная формулировка с точки зрения юриспруденции, так называемая частная военная компания «Вагнер», завоевывает все больше популярности среди населения России. События в Белгородской и других приграничных областях Московщины показали полную неспособность Министерства обороны Российской Федерации эффективно действовать против вооруженных российских повстанческих групп. И военная разведка Украины констатирует, что внутренняя ситуация на России с каждым днем обостряется. Вот в результате таких, с одной стороны, бездействий, а с другой стороны, очень активных действий. Ну и еще одно интересное заявление, опять же, тоже его цитирует CNN, поэтому я его озвучиваю, хотя его провозгласил тот же самый Ходоковский. Ходоковский это полевой командир, который воевал в 2014 году, бывший сотрудник СБУ нашей службы безопасности, и коллаборант, перешедший на сторону российских оккупантов. И возглавлявший вооруженное формирование, кстати, он оборонял Марьинку, и там в результате конфликта нам достались хорошо оборудованные, бетонированные позиции в районе Марьинки, когда у него был конфликт с Захарченко. Ну, не столь важно. Так вот, он сделал заявление, что под населенным пунктом Новодонецком вооруженные силы Украины впервые за время этого конфликта применили танки «Леопард». И, видимо, они произвели впечатление. Наверное, именно поэтому тот же Пригожин сказал, что российская армия бежит, и поэтому призвал немедленно Шойгу и Герасимова с пистолетами наперевес приехать на передний край и возглавить контратаку против наступающих вооруженных сил Украины. Ну, я не знаю, насколько правда, не знаю, почему доверяет ли, проверяла ли СНН эту информацию. С нашей стороны такой информации нет, что танки «Леопард» вступили в бой, в боевое соприкосновение с врагом. Но, тем не менее, такая новость на страницах такого медиаресурса, как СНН, промелькнула. Они ссылаются на Ходоковского. Для них видно, либо они проверили эту информацию, либо что-то они знают. Хотя СНН иногда подает информацию, которую потом же и опровергает. Швеция. Швеция выполнила все требования Турции и теперь имеет полное право на вступление в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Причем даже рассматривается вариант, что Швеция может стать полноценным членом НАТО еще до начала июльского саммита в Вильнюсе. В Стамбуле прошли переговоры между уже новым президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом и Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО. Основной темой переговоров стал процесс вступления Швеции в Альянс. Столтенберг заявил после встречи с Эрдоганом, что договорился о проведении трехсторонной встречи между Турцией, Швецией и НАТО 12 июня. Вот почему некоторые политологи и аналитики высказывают мнение, что Швеция на июльском саммите уже может быть полноценным членом НАТО. Со своим флажком сидеть за столом равных среди равных, как говорят. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока я бы хотел отметить новость. Это высказывание, опять же его цитирует CNN, высказывание генерала Милли, это глава комитета начальников штабов Пентагона, генерала Милли о контрнаступлении вооруженных сил Украины. Помните, да, буквально еще несколько недель назад из его уст звучало довольно пессимистические прогнозы относительно нашего контрнаступления. И вот генерал Милли сказал, что, сделал заявление, что Украина отлично подготовилась прогнозы делать рано. По словам генерала США, Украина ведет войну, которая представляет собой экзистенциальную угрозу для самого выживания Украины. Но это правда, мы если не победим, мы проиграем, нас просто не будет. Это одна из целей войны, главная цель войны, которую ставил Путин перед собой, ну видимо еще намного раньше, в 2014 году, а может быть еще раньше. Может быть первое проявление такой агрессии, я считаю, это Тузловская коса, Тузловский кризис. Вот тогда Россия реально проявила первую такую открытую агрессию против Украины. Так вот, генерал Милли говорит, что наша война имеет большое значение для остального мира, для Европы. На самом деле, не только для Европы, но и для Соединенных Штатов и всего земного шара. То есть, наша война это лакмус. Может победить демократия в тоталитаризм или не может. Я, естественно, склоняюсь к мысли, что может. Ну и уверен, что мы все равно победим. Вот такое вот заявление сделал генерал Милли на кануне, можно сказать, начала активных боевых действий на линии фронта в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok